Всем привет! Отвечаю на сегодня на вопрос на ютубе. Буквально сейчас не зад спросили, я опять-таки после ванны, пока волосы сохнут, это самое, буду отвечать на вопросы. Хотя мне говорят, что-то камера лагает, я не знаю почему, я не скрывчала, что-то мне не помогает, ничего. Еще так, вопрос такой, она сейчас, во-первых, пожелает мне свободного времени побольше, спасибо большое, мне это очень надо. Кстати, как в фотошопе в тексте можно сделать перелив цветов? Перелив цветов по, так сказать, по научному, не знаю, по нашей терминологии называется градиент. Так вот, значит, делаем текст из перехода на софт различных. Есть там несколько способов, во-первых, сделаем текст какой-нибудь, ну, пускай будет розовый цвет, а тут не важно, в принципе. Так, секундочку, сейчас его, о, господи, двинься ты его, вот, по центру просто положись. Вот, самый простенький способ, который я показывала еще до этого какие-то, ну, в других роликах, это наложить градиент как стиль слоя. То есть вот у нас есть слой текст, мы на него кликаем два раза, не на само название, а вот рядышком. Если мы кликаем два раза на название, то он предложит нам изменить название слоя. Мы кликаем куда-нибудь, да, вот, где вот серенькое. Клик-лик. И вот у нас здесь в списке стилев есть наложение градиента. На него кликаем, галочку поставили. Выбираем градиент любой, который нам нравится, либо создаем свой какой-нибудь, да, то есть здесь это самое, меняется цвет. Здесь меняется прозрачность, пока что прозрачность, ну, пускай такой какой-нибудь будет, и все. Окей, кликаем. Вот наш градиент. То есть, как бы, выбор, какой конкретно будет перелив цветов, это уже ваше дело. Также тут можно настроить, чтобы это был линейный градиент, то есть это вот по линейке как бы идет такой, да. Тут можно угол, это самое, изменить наклона этих самых, этой линейки. Можно сделать радиальный, то есть как бы круговой, то есть из центра в этот самый вбок идет. Тоже меняя у нас это самое расположение, у нас меняется все остальное. Сейчас, секундочку, вот так, 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 ну, в общем, видите, что получается, да. Дальше что тут? Радиальный, угловой, это вот такой получается. Тут, конечно, плоховато видно, но, короче, вот такой. Короче, можно побаловаться, можно поинтересоваться, что тут есть еще. Этим мы сейчас не будем. Сейчас просто покажу, как можно наложить различные градиенты. Вот, это раз способ. Второй способ, он немножко поинтереснее, потому что можно задействовать не только, ну, не все слово в целиком, а только части слова. Допустим, возьмем какой-нибудь узор, сейчас, секундочку, узор у нас будет, ну, треугольник тут стоит, хорошо, пускай будет треугольник. Вот такой треугольник, мы делаем ему заливку какой-нибудь тоже градиент. Вот сюда вот нажимаем, кликать за градиент, тоже выбираем какой-нибудь градиент. Ну, вот, спускаем вот такой градиент. Этот треугольник будет тут. Второй такой же треугольник сейчас просточу. Это я зажала клавишу Alt и перетаскиваю ее на новое место, вот сюда. Ctrl-T немножко подкрутим его. Поменьше давайте сделаем. Вот так вот, да. Вот, отлично. И тут у нас уже будет немножко другой градиент. Сейчас, секундочку, тут и поставим мы цвет, ну, вот такой, допустим, вот синенький. Вот, у нас два этих, как его, два треугольника. Давайте сейчас обводку уберу, тоже у них одна обводка и вторая, чтобы красивее было, да. Вот, у нас есть два элемента, которые поверх нашего текста находятся. И сейчас мы из них сделаем обтварочную маску. Это слово очень, не знаю, язык можно снимать, пока его проговариваешь, но все-таки оно такое есть. Эту обтварочную маску, вот она здесь находится. То есть, находим наш треугольничек, который сверху нашего текста находится. Нажимаем его правой клавишей. И тут у нас есть создать обтварочную маску. Клик. И второй также треугольничек. Правой клавишей, создать эту маску, клик и вуаля. У нас теперь есть градиент только в тех местах, где у нас лежали треугольники. То есть, они как бы, как маска наложились на это наше слово. Я про маски так еще не начала эти видео уроки, но это тоже очень классная вещь, на самом деле, маски эти. Очень прикольно. Вот это, допустим, пример, как можно использовать маску. Здесь мы при этом можем даже двигать треугольники. То есть, я хватаю вот этот треугольник, тот, который... Секундочку. Надо сходить именно от него. И вот тащить его. Вот. Градиент идет. То есть, из желтого в красный. Могу поставить его в другом месте. Могу вот так только поставить. Хватаем этот треугольничек, тоже его перетаскиваем. Можно так бесконечное множество этих слоев так поставить. Можно даже сделать таким способом. Кликаем слой. Новый создаем слой. Тоже он сразу автоматически написал, как обтварочная маска, потому что он между этими слоями стоял. И вот на этом слое, давайте это сейчас выключим, просто-напросто рисуем. То есть, это, на самом деле, слой пустой. Пока что у него еще ничего не нарисовано. Давайте выберем какой он цвет. Допустим, вот такой вот. У нас текст и так розовый. Давайте фиолетовый. Вот такой. Раз нарисовали цвет. Так, дальше делается вот такой потемнее немножко. Потемнее. Еще давайте темнее. Вот так. И пускай там розовый кусочек так и останется. В общем, вот. И вот таким способом тоже можно делать переходы цветов. Я сейчас сделаю жесткую кисточку. Если я, допустим, расключу ту кисточку, то можно это самое, сделать переход более плавный. То есть, секундочку, жесткость кисточки уменьшим немножко. И вот, вуаля, переход стал более плавненький, да? Вот, вот, вот. Так, сейчас и вот такой цвет возьмем. Браш обратно. Вот плавный переход сделали. И вот в таком варианте можно узор вот этого перехода цветов сделать любой абсолютно. То есть, допустим, когда мы делали эффект, там у нас ровно там либо линии, либо круги. А здесь мы можем сделать переход, допустим, вот такой. А тут в середине будет что-нибудь сейчас, не знаю, там, голубое вот тут такое. Пумпс, пятно такое голубое поставили. Вот, тоже переход цветов интересный получился. И все как бы как маска наложено на этот наш текст. Вот. Если же мы сейчас включим наши эффекты, вот этот, как он называется, который мы делали до этого самого первого клика, то этот эффект, он перекрывает все наши обтварочные маски. То есть, если вы хотите как-то совместить и то, и другое, то у вас, скорее всего, это дело не получится. А тут надо будет как-то прозрачность эффекта, наверное, будет как-то понижать. То есть, если мы здесь перейдем в этот наш градиент, как стиль слоя, и его прозрачно будем менять, то можно как-то сделать так, чтобы было видно и обтварочную маску, и вот этот градиент. Но, как видите, уже как бы цвета будут не совсем те, которые вы желали. То есть, это тоже надо будет учитывать. Вот. Ну, наверное, на этом и все. Как более-менее, по-моему, рассказала все способы, как можно сделать переход цвета на тексте. Ну, надеюсь, это было вам полезно. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Надеюсь, эти встречи будут все-таки скоро. Счастливо! Спасибо. Продолжение следует...